Евангелие слышали? Да. Вот вчера знаете, про хоть можно и говорить. Но я сомневаюсь, что все слышали Евангелие от и до. Поэтому придется вкратце его сказать. Итак, Господь Кричу сказал, что один господин решил забрать долги, собрать всех, кому он деньги давал, кто ему должен вернуть назад. Пора уже, пришло время, деньги даешь, а возвращать не хотят. Пригласил того, кто ему больше всех должен, а вот не могу отдать. Ну все, тебя в тюрьму, жену продадим, детей продадим, в рабство. Он стал умолять, просить, подожди, потерпи, еще немножко, я тебе верну все долги. Ему стало жалко, отпустил и долги простил все. Можешь не возвращать, иди живи спокойно. Этот человек пошел, взял к тому, который должен был, копейки, и подал у него в суд, его посадили в соответствующее место. Естественно, друзья того узнали, пошли господину доложили. А он говорит, я тебе весь долг простил, весь, а ты не мог простить, там мелочь какую-то. Поэтому за это будешь наказан. И как сказано в Евангелии, будет вера, возьму кромешную, держим плач, и стрежим же Бог. То есть, мы понимаем, что вот господина подозревается Бог, так, а там, где плач, живет ад, адские мучения. То есть, что нас ждет за это? То есть, мы все перед Богом должники. Все должники перед Богом. Потому что мы все виноваты перед Богом. Мы все нарушили волю Божией. Нарушаем ее. И Бога не любим. Мы к Богу приходим, чтобы от него что-то получить, чтобы поиметь, попросить. И мало нас любит Бога, если так преувеличенно сказать, мало любит. Очень часто мы просто не любим, даже не думаем, как мы любим, не любим. Мы приходим очень часто, чтобы получить, чтобы в душе было хорошо, чтобы семейные проблемы решить, чтобы какой-то моральный комфорт был, и так далее, и так далее. Конечно, есть люди, которые успеют, веруют, я не спорю, но мало таких. Мы все перед Богом должники. Так или иначе, кто бы ни был, мы все нарушаем святую волю Божию. То есть, опять должники. Даже святые люди и те, себя считали, великими должниками перед Господом. И чем святые от нас отличаются? Я уже такой пример приводил, привожу, и он довольно удачный. Они в своей бочке меда видели маленькую ложечку дегтя. И понимали, как этот дегуть оскверняет весь мед. Мы же в своей бочке дегтя видим ложечку меда и гордимся, какой у меня мед вкусный и сладкий. Не то, что у тебя там. Хотя вообще пол ложки. Вот в этом разница. И чем человек сильнее видит свои грехи, вот ложку дегтя, как она весь мед портит. А он говорит, какой он должник перед Богом. Святые это понимали, потому что они каялись глубоко, искренне всю жизнь. О грехах своих сожалений, которых мне почти что не было. А у нас что, полно грехов? А какие у меня грехи? А я безгрешен, мне грехов нет. Я не убивал, ничего. Ну, вор делал, гад, ничего. Но не убивал никого. Да даже животное побывали, ведь то, наверное, грех. Надо подумать, а нужно ли муху-то убивать или не нужно? Комара, нужно убивать, а может, тут прогнать его? Пусть одним убийством меньше. Ну, как еду на эту тему. Ну, просто милость кузак там дает, летает в пище, нервы поддает. Ну, что интересно, одну бьешь, другая будет. Но дело не будет. Я так имею в виду, что так иначе мы все должны перед Богом. Но. Нам Бог прощает, таинственную историю. А вот, как мы прощаем людей? Прощаем людей. Да, бывает, что кому-то что-то простили. Но опять, приходит слушать, я простил или простил, ладно, но здесь сиди, Бог сиди. Ну, во-первых, давайте подумаем, здесь сидит или здесь сидит? Если здесь сидит, это хорошо. Это прекрасно, оно должно сидеть. Почему? Потому что, да, мы простили, а дьявол, а дьявол тоже, как? Ты простил ему, ты такой жмот, такой жадный, взял, простил? Или ты такой обидчивый, такой соблюбивый, такой гордый, тебя обидит, тебя в душу плюнут, ты взял, простил? Как же так? Да ты что, как он? Дьявол будет, только он, либо ты. Он мне может быть под мои мысли, каждому из вас под ваши мысли. Как будто я себе так думаю, я так говорю. Так? И то, что у меня здесь крутится, как же так? Ну, что же он, вот такой подсвет, а я его прощаю. Он меня обидел, в душу нагадил, выставил, на позор выставил, так? Подставил, я влетел. Я его простил, ведь неправильно. Так вот, это мысли нормальные. Потому что это не мысли, это помыслы, которые нам бес сует. И когда я понимаю, что это не мое, что это мне бес диктует, чтобы меня с толку сбить, то у меня будет правильно к этому отношение. Простил, а это помыслы песовские. Чтобы я не прощал, а чтобы я пожалел то, что простил. И он будет судить долго. А вот отсюда, наперешло суда, то есть простить простил, а потом, да что же я простил, ну у меня же такую пакость сделал. А я вот взял и простил. Вот тогда уже мы согрешили считать, что мы ничего не простили. Поэтому, то, что здесь крутится, это естественный процесс. То есть дьявол каждого человека от самого рождения и самой смерти искушал, искушает и будет искушать. И смысл борьбы с искушениями не прогонять их, их не прогонишь. Это вот борьба с помощью. В чем она? Не в том же, где отсюда? Дьявол, отстань. Так? Не отстань, никак в жизни. А в том, что мы должны игнорировать, не обращать внимания. Я сейчас так говорю, представьте вам сейчас лекцию по физике, с формулами. Со схемами. И слушай, будет неинтересно. А уйти неудобно. Будете слышать, но не будете слушать. Вот так мы должны реагировать на помыслы. Так мы должны реагировать на этот вот шок. Как же ты не прости? Точно так же, как на физику, на химию, на все остальное. Или на политинформацию, представительской власти. Из передовой статьи газеты «Правда». Так вот. Мы тоже друг друга обижаем. Друг друг делаем какие-то... Будет не хотим обидеть. Будет не подумал, сказал. Мы очень любим друг на друга подсмеиваться. Подшучим. Причем, мы считаем, что... Я, например, вшил, а ты юмор. Юмор – это не чтоб кого-то унизить. А чтоб никого не задеть. Можно унижать грех. Но ни в коем случае не зацепить ни этого, ни другого человека. Да, это не так. А мы как любим подшучивать? Человека обидели. Значит, мы должны жить перед ним. Мы даже в другой раз не замечаем. Или нас обиделись. После того, чтобы юморист пошутил. А мы обиделись. Так? Если мы простили, то и Бог нам просит гораздо больше. А если мы Бога просим, Господи, прости меня, грешен кем, 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 кем. Вообще, я такой не путевый весь. Так? Ну и тебе не прощу, ближний мой. Мне Бог тоже не просит никогда ничего. Мы другого обижаем. Еще раз говорю. Друг друга где-то... Где-то гордыня у нас. Бывает, по гордыне там поступили неправильно. Или перед нами другая гордыня сработала. Ну и неправильно человек поступил. Мы на нее обиделись. Ну и ладно. Если мы прощаем, и нам Бог просит гораздо больше. Вот в чем суть. Это сегодняшняя евангельская притча. Но. Это в кратком виде мы что-то не слышим? Бодче наш. И остави нам долги наши, яко же и мы, остоля ныжняков наших, и прости нам наши грехи, как мы прощаем грехи перед нами. Но. Да, мы, Бог, прощаем на словах. Но если мы осуждаем, а мы любим его сказать, по сплетке-то видим. А в карте все сплетни, на что вы имеете в виду? На осуждении. Мы всем пробуем кости. Так. А если мы пробуем кости, значит, мы судим. Раз мы судим, значит, мы не прощаем. Значит, и не можем рассчитывать на прощение Божие. Я сейчас не помню, чье житие. Есть одно житие, где один монах думал, что совершенный, чуть ли не возгордился, ангелы, идеи. Такой-то город, там две женщины живут, вот они, говорят, святые. А ты говоришь, никто. Там, что ты, стоп, постишься, молишь там, подвиг приглашешь. А вон две женщины в горле живут, вот они за святые. Вот пошел, обычные женщины, а мне сказали, какие мы святые, мы обычные бабы, там, что ты? Не, ну, а что там, какие у вас, может? Оказывается, они прожили всю жизнь, и ни разу друг с другом не поругались. Это святые. Так, в другом месте, то, что логично есть, человек никого не осудил. Он был грешник, но никого не осуждал. Он святой. А мы, может быть, святыми, если бы осуждаем, значит, мы не прощаем чужие долги, и нам не будут прощать. Поэтому, этот момент очень важный. Это, мы каждый день читаем «Отче наш», можно сказать, один раз в день. И вот эти слова, подчеркнуть перед своим выставленным взором красным карандашем, красным сломастером. Поздравляем их помнить. Поздравляем с праздником. Сегодня, честь и память Петра Ивановича Броне. В последние годы стали всех к нему обращаться. Молиться, потому что с семьёй уже не то, что проблемы, а практически уже по всей стране, можно сказать, нет семьи. То есть, одни, редко, редко, кто живет с первого брака, то есть, от начала до конца первого брака. Ещё реже, кто в честности поженились и в честности прожили. Ещё реже. А большинство, кто в втором браке, кто в разводе, кто в гражданском, которые не есть в браке, кто как? Кто шиворот на выворот, так? И, с одной стороны, стали понимать, что это ненормально, а с другой стороны, что мы делаем? Мы хотим, чтобы Пётр и Феврония за нас делали нашу работу. То есть, мы к вам съездим, мы к вам помолимся, а вы сделаете, чтобы вы жили хорошо. Я говорю, не просите, не помогу. Даже не пытайтесь. Почему? Потому что семейная жизнь, это что? Это жертвоприношение. Жена себя приносит в жертву мужа. Искренне. Муж к жене. Жена живет не для себя, для него. Он для неё. причём искренне. Так? Смысл жизни её во всём искренне угодит ему. Не я права, не я лучше знаю, а вот как ты скажешь, так и будет. Он искренне хочет для неё сделать всё хорошо. А на свой край гломать он свой. Тогда у нас всегда всё будет хорошо. И можно даже и Петру Ферронии не молиться. Всё будет хорошо. А если мы упрямые, строптивые, настырные, каждый считает, что он прав или права. Так? Друг друга не уважают, друг друга мне не желают. Я прав, я права, всё, ничего знать не хочу. Ни Пётр, ни Феврония, ни Матрона, никто не поможет. точно так же, опять же, по многой бытовухе мы ездим по Троне. Там по суткам в очереди ставим, чтобы попасть к ней. Да, она святая, но опять же, Бог кому помогает? Помогает не Матрона, а Бог помогает, потому что святые, угодники и прочие, они молятся, мы молимся им, они молятся за нас. Бог, мы молимся Богу. И Бог кому помогает, в конечном итоге? Не тем, кто просит, а тем, кто хоть что-то хоть немножко делает и просит. Тем Бог помогает. А когда человек, Господи, ты сделай за меня мою работу, а я делать не буду, так Бог помогать не будет. А мы сейчас, как раз, это было самое больное место, мы не хотим трудиться, ни морально, ни в волевом плане. Трудиться, работать, за собой не хотим, за собой не хотим. Характер ломать не хотим. А смысл нашей жизни сломать характер? Я еще раз напомню, человек состоит из личности и характера. Личность, это образ Божий. Личность, это все хорошее, что у нас есть, и оно у всех индивидуальное. Характер, это наши испражнения духовные. Давайте мы биологические испражнения будем с собой носить, нюхать, вот я такой, у меня характер такой, еще такой. Так? Нет, мы всплываем, что? побыстрее. Прячем. Точно так же характер нас смывает. Это набор всего плохого, это отходы нашей личности, которые в результате грехопадения происходят. Мы должны быть личностями, но характер никому не нужен. Это отходы. А мы нет, с характером носимся, вот я такой, вот я такая, а ты нет, терпи и нюхай мой характер хороший такой. Помощи больше не будет. У нас будут проблемы и в семье, и с детьми, и на работе. Почему? Потому что никто не хочет бороться с характером. Мы характер взяли за аксиому, у кого-то данность такая, характер, как вот внешность лица. Так вот, а у меня характер такой. Да нет. характер, характер это то, что мы унитаз сдуваем. Извините, дорогу. Должность сдувать, вернее. А мы, значит, свой характер ломать не хотим, плохие качества уничтожать не хотим, гордыню ломать не хотим, упрямость, стропливость, настырность, а также злость, зависть, обидчивость и так далее. А вот Матрон, ты молись за нас, чтобы у меня с детьми проблем не было, потому что я был упрямый, или еще больше упрямая по жизни, строптивая, настырная, так? И девять месяцев была упрямая, так? И в церковь не ходили, что еще интересно, не причащались, или редко причащались. И дети получились еще упрямее, чем мы. И теперь они не слушаются нас, теперь у нас есть небольшие проблемы, они должны там будить, пить, гулять, все остальное, так? А мы едем к Матроне, Матронушку, помоги! Да мы сами все разрушили на корню, так? И опять же, если хотим, чтобы помогла, или любой другой, чтобы помогла, надо сначала свой характер сломать, потому что Бог помогает не тем, кто просит, а тем, кто понимает, что во всех своих бедах виноват я. Больше никто. Во всех своих болезнях виноват тоже я, когда человек это понимает.